всем привет сегодня поговорим немножко о сене купили мы 25 рулонов сена вот она наша сена туда вдаль идет вот купили 25 рулонов а сейчас конец июля вот поставить нам его некуда было потому что амбар который мы тоже приобрели вместе с домом где раньше старые хозяева хранили сена он прогнил там потолок упал я вместе с потолком все нормально вот получается привезли нам сена рядом с домом поставили мы его сюда а сейчас только июль сену мы начнем только кормить осенью грубо говоря поздней осенью потому что наши животные спасутся на патрище лошадь и козы все кушают у нас пока что траву зеленую и сену мы пользоваться до глубокой осени не будем соответственно его надо как-то спасти чтоб она у нас осталось целом не запрела не заплесневела не отсырела и так далее вот и мы придумали вот такую конструкцию в которой я сейчас нахожусь построили мы с ребятам ее за два дня даже грубо говоря за один день первый день я чисто поставил несколько палок перекрестил остальную часть как бы мы уже все вместе поставили вот такая конструкция позволяет как бы спастись от дождя от влаги она не приедет мы сделали вентиляционные дыры сейчас я все это покажу все нас полностью сухое влага ему не страшно она очень хорошо проветривается вот и все отлично отлично но тут существует так сейчас я вам покажу получается вот внизу внизу идет проветривание в районе примерно больше полу метра где где-то метр где-то сантиметров 70 вот по всему периметру сена идет это проветривание это снизу касаемо то что снизу находится соответственно все мы знаем что пар который образуется до влага которая образуется она соответственно пытается выйти наверх влага пытается выйти наверх и влаги нужно место чтобы она не скапывалась когда вот например сейчас вот дан момент жара хоть и есть ветерок но соответственно есть солнце жара и внутри если бы не было таких подобных отверстий который примерно шириной полтора метра где-то ну и по метр двадцать где-то угла боковые части боковые части его по метр двадцать ширина метр метр с половиной боковые части по метр двадцать соответственно отсюда заходит воздух ветер который гуляет и выносит влагу с другой стороны где тоже такая дырка мы сделали небольшие на сейчас вы сейчас мы его открыли немного а так здесь есть еще небольшой кусок крыши который как бы спасает от влаги и но от дождя и тому подобное вот вот так она выглядит наша конструкция пошел у нас на эту конструкцию всего четыре жерди и и поперечные жерди которые держат клеенку клеенку мы изначальному клеенку поставили на степлер на скобы все это укрепили скобами и после этого с таким вот загибом загибом клеенки все это мы укрепили степлером после этого чтобы эту клеенку не выбивала и как бы эти скобы не разрезали эту клеенку сделал вот таким вот образом поставил нитки шпагат использую и когда надувает ветром клеенку соответственно и и сдерживает шпагат и никуда на убить за сколько уже дней стоит уже больше недели то есть ни одну скобу не выбило хотя были такие ветрищи что мы думали нам крышу просто дома снесет эта конструкция отлично стоит вот можно заметить везде я поставил везде вот эти нитки натянуть каждый из жердей ее эти нитки купил и все когда набивается эти нитки сдерживают клеенку и она соответственно не выбивается из скоб и не образуются дырки надо еще до конца конструкцию тут думаю еще доделаю потом когда начнут сильные дожди пока все отлично живет так существует вот поместилось сюда 25 рулонов рулоны по 300 килограмм примерно один рулон и еще есть место для соломы думаем еще сюда и поместим еще солому с этой стороны наверно 5 рулонов и с другой стороны еще несколько рулонов полезет вот такая конструкция цена этого конструкции вышла 2000 рублей то есть чисто на эту вот клеенку и то клеенка осталась я ее использую сейчас под прудик для наших гусей и вся конструкция и ушел у нас день на постройку этой конструкции обносить обносить полностью сена если делать такую же конструкцию нельзя делать чтобы она как бы была прям вплотную к стену то есть нужно чтобы везде нужно чтобы везде гулял ветер чтобы 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 сена дышала и проветривалась постоянно даже здесь вот общался тоже с мужиками они говорят что у них сена даже приедет у некоторых в этих амбарах деревянных и тоже оно там тухнет из-за того что ну из-за того что забывает проветривать его открывать створки там и так далее вот а здесь она постоянно дышит отлично живет пока все хорошо не знаю посмотрим на самом деле как она еще просуществует до осени как будет она еще существовать зимой как все это будет выглядеть будем смотреть всем успехов всем пока